Американские курсанты хотят говорить по-русски. Студенты двух военных академий, Вестпойнт и Военно-морской академии в Анаполисе, приехали на Брайтон-Бич, чтобы пообщаться. Будущие американские офицеры изучают языки, которые могут понадобиться военнослужащим. Русский – один из них. Встречу с русскоговорящей общиной организовал для них центр «Шортфронт». Этот проект – день благодарности американскому правительству и вооруженным силам. Члены русскоязычной общины гордятся тем, что теперь живут в Америке. И они чувствуют, что их жизнь таким образом соприкасается с жизнью тех, кто нас охраняет и защищает. Уже семь лет на встречу с курсантами приходят русскоязычные эмигранты, которые изучают английский язык. Помимо лингвистического общения, здесь происходит общение людей разных культур. Говорят на самые разные темы. Например, о погоде. Да, и в Лас-Вегисе там никогда нет снега. Значит, мой первый раз, когда я видел снег, падал, был здесь. Говорят о литературе. Мой любимый русский писатель, наверное, Лермонтов. Обсуждают способы борьбы с терроризмом. Я читал статью, и там писали, что надо людям иметь работу. И если ты даешь людям работу, они не будут хотеть идти на эти экстремисты и группы. Кого-то встреча трогает почти по-семейному. Более светленький, но верхняя часть лица просто как будто бы мой Серега. Кто-то найдет здесь личное счастье. А у вас есть девушка? Извините? У вас есть девушка? Нет, нет. То есть, может, вы можете сегодня понравиться? Некоторые курсанты говорили по-русски еще в детстве. Я родился в Пущино, это в Подмосковье. И я сюда приехал, когда мне было 6 лет. Я родился в Украине, и я приехал сюда, когда мне было 6 лет. Я приехал с мамой и папой. Когда американо-российские отношения достигают низшей точки, такие встречи – это окно в лучшее будущее. И мы находим какие-то взаимные точки, понимание друг друга. Мы обсуждаем, почему наши страны не находят взаимного понимания. Самым эффективным способом предотвратить новую холодную и горячую войну может стать песня. Аня Малкина и Маккензи Барнетт это прекрасно понимают. Виктория Купченецкая, Сергей Гусев специально для настоящего времени из Нью-Йорка.